Это книга о разбитых сердцах. Обо всем прекрасном и удручающем, что живет внутри каждого. Девятилетний Логан делает все, чтобы избежать ярости жестокого отца. Когда-то страшная авария перевернула жизнь их семьи, и теперь мальчик не знает, что его бабушка жива и отчаянно ищет внука, половинку своего сердца. Сможет ли он выжить во взрослом мире без самого главного, без любви? Князь Мышкин и Аглая из романа «Идиот» читают фрагмент романа «Карен Маквещен. Половинка сердца». Все началось с вежливого стука в дверь. «Открой!» – попросила Тия. «Это я!» Он приоткрыл дверь и увидел ее зефиркой, которую девочка держала на уровне своего носа самым невинным, и дружелюбным выражением лица. «Ну же, Логан, выходи! Они ушли и не вернутся по крайней мере час. Они не узнают. Обещаю, я не расскажу. Идем, Логан, хватит трусить. Выходи и перекуси со мной». Он понимал, что ей верить нельзя. За четыре месяца жизни вместе он ее раскусил. Рядом с родителями она вела себя, как послушный ангелочек. А стоило им отвернуться, и она превращалась в злыдню. Она знала, что ей все сойдет с рук. Ведь он ничего не расскажет, не произнесет ни слова. Каждая клеточка его тела вопила о том, что Тия доверять нельзя. Но пакет с зефиром в ее руке так и манил. У Логана от одной мысли о зефире рот наполнился слюной. «Хочешь?» Тия протянула пакет, чтобы выманить его, и отступила на два шага. Логан понимал, если отец узнает, что он выходил из комнаты, ему не сдобровать. Но как папа об этом узнает, если Логан вернется в спальню до возвращения их родителей? Разве навредит всего одна зефирка и стакан воды, чтобы ее запить? Он глубоко вдохнул, прежде чем сделать шаг за порог, и последовал затеей. Недавно на его левом ботинке отклеилась подошва, и ее пришлось примотать скотчем, отчего шаги по голому полу звучали по-разному. Шаг шлеп, шаг шлеп. Логан вообразил, будто он пират с деревянной ногой, которая пересекает палубу корабля, чтобы добыть зефирное сокровище. Логан громко расхохотался бы, вот только он больше ничего не делал громко. Они дошли до кухни. Тия вела себя мило, налила им обоим по стакану молока, достала две тарелки и поделила зефир пополам. Вставила диск в дисковод, и помещение заполнил голос Кита Урбана. Логан поражался ее смелости. Как она объяснит родителям, почему зефира вдруг стало меньше? В голове раздался тревожный звоночек, но как только Логан начал есть, остановиться уже не мог. — Вкусно, да? — спросила Тия, закидывая одну зефирку в рот. Им обоим в этом году исполнилось девять лет, однако девочка опережала Логана по росту и была его полной противоположностью. Ее загорелая кожа в противовес его бледной, ее блестящие черные локоны и его тонкие каштановые волосы, завивавшиеся на макушке. Бабушка Нэн называла их вихрами и водила по ним пальцами. Логан был высоким и худым, а Тия — пухлый. Только она ни капли не смущалась своего выпирающего живота. Тия источала уверенность. Она ходила по квартире, танцуя и напевая песни. Логан же понимал, что стоит ему чуть раскрыться и мир поторопится сбить его с ног. Поэтому он помалкивал и пытался не привлекать внимания. Так было куда безопаснее. Логан поглощал одну зефирку за другой и после каждой уверял себя, что это последнее, но не находил сил остановиться. Болезненный узел, сковывавший желудок, стал ослабляться и на мальчика накатило облегчение. Как же это приятно! Так и знала, что тебе понравится, проговорила Тия Буравя Логана взглядом. Я запомнила, что ты обожаешь зефир. А он и правда обожал зефир. Когда они вдвоем навещали бабушку Нэн, то жарили его на костре за домом. После него оставалось много крошек, но бабушка никогда не ругалась. Тия, взяв свои тарелку и стакан, направилась к раковине. Включила кран, ополоснула посуду и поставила ее в сушилку. В раковине громоздилась гора немытой посуды. Тия и ее мать не пеклись о чистоте, а его отца это, похоже, не волновало. Логан тоже старался не придавать этому значения, но у него не получалось. Бардак в квартире не давал ему покоя, сваленные в кучу письма и журналы, липкие пятна на полу, волосы в ванной. Гадость! Вот его мать всегда наводила уют. Тия подбежала к сиди-проигрывателю, добавила громкости и стала танцевать под звуки любимой мелодии бабушки, пытаясь вызвать у Логана улыбку. Музыка играла настолько громко, что он не услышал, как их родители вернулись. Все предупреждающие знаки, шаги в коридоре, поворот ручки и скрип открываемой двери затерялись в созданном шуме. Потому что с ухода родителей прошло не больше пятнадцати минут, а Тия сказала, что они не вернутся минимум час. Тут раздался грозный голос отца. Что здесь происходит? У Логана перехватило дыхание, он застыл, как всегда с ним случалось. А вот у Тии проблем с речью не возникло. Я говорила ему, что не надо этого делать, оправдывалась она, качая головой так, что пружинили кудряшки. Я просила его оставаться в комнате, ведь иначе его ждет наказание, но он не слушался. Он пришел сюда, выпил все молоко и открыл новенький пакет зефира, а потом включил этот ужасный диск. Наверное, нашел его в мусорке, куда вы его выбросили. Логан отчаянно мотал головой, но было слишком поздно. Лицо отца покраснело, затем последовали стремительные шлепки по голове. Логан поднял руки, чтобы защититься, и этим разозлил отца еще сильнее. «Что я тебе говорил?» – кричал его отец. «Разве я не велел оставаться в комнате?» Тогда Логан понял, что его загнали в ловушку. Если он кивнет, то спровоцирует папу, признав, что проявил непослушание. А если покачает отрицательно, ему всыплют по первое число за вранье. Выхода из ситуации не оставалось. В желудке затягивался болезненный узел, и Логана начало мутить. Он сглотнул и втянул голову в плечи, надеясь, что удары вот-вот прекратятся. «Я задал тебе вопрос. Отвечай, черт возьми!» Логан кивнул, соскользнул со стула и опустился на колени. Иногда это помогало. Отец жалел его и отправлял в комнату. Попытка не пытка. Мальчик был готов на что угодно, лишь бы избежать избиения ремнем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова